Девгарда Правда жизни Итак, как вы знаете, я сходил на Каманик И мы не будем рассматривать его Как какой-то спортивный ивент Потому что, ну, в целом это глупо Я к нему не тренировался Последний раз я на какие-то такие ивенты Два года назад летал в Сербию Мы играли на ИТЦ Тоже без особой подготовки Так что даже не считается Короче, я годами не играю В спортивную ваху Ростером, которым я пошел на этот ивент Я играл один раз И партию вы эту видели В общем, уровень моей подготовки к турниру был Где-то вот там вот валяется Поэтому турнир я просто рассматривал Как еще одну тренировку Где я посмотрю, как работает Мой ростер в каких-то новых условиях Какие сейчас армии играют Как, что делают Какие там муточки Что в спортивной мете Именно в плане физического Как они там в ковер прячутся Например, книжечки эти замечательные Через которые мой Мартрион виден всем А Мартрион сам через них не видит Лайк И в этом плане поездка была полезной Потому что я посмотрел Подумал, что происходит Даже сделал какие-то выводы И самое, наверное, важное Что я вынес из всего этого Это то, что мне ужасно не нравится Играть Дивгардом Когда у него все сосредоточено Вокруг каких-то обмазывающих персонажей Ну, типа, вот как он играл в восьмерке Вот этот гнилой кулак У тебя все в одной корзине А все вокруг тебя бегают Творят что угодно А ты когда что-то дошел И то не факт, что что-то сделал Вот во второй партии я играл с кустами И я еще как-то вымерил Чтобы напасть на них первым Они прям очень боялись Меня прятались за руинками Я их подчарджил Кого-то даже убил Но ответный чардж мне этот весь кулак Мой гнилой снес нафиг Остался один мартарион Который в заварушке не участвовал И вот я смотрю на мартариона Он в принципе как ванмен армии Ходит по столу что-то делает Да, как бы нельзя делать ставку на одного него Потому что его просто убьют Но в том-то и дело Хочется играть вот такими Самодостаточными кусками армии Которые могут выполнять какие-то задачи тактические Которые перед ними стоят Делая это в отрыве от остальной армии И первое что мне пришло в голову Это сделать две таких боевых группы Отдельных и достаточно симметричных Чтобы они могли Ну, то есть Одна бьется где-то там Ее начинает гнуть А у тебя тут такая же Которая в целом Такую же угрозу составляет И она какую-то свою там задачу выполняет На этом фланге работает Что я хочу видеть в этих батл-группах Очевидно, что 20 бокс-волкеров Это прям отличный выбор И в принципе сейчас мне кажется Ну, плагмарины что-то как-то не нужны Ну реально, ты покупаешь за сколько? За 21 очко одну тушку И она не то, что в таком виде особо полезна Ну, типа болтер у нее есть А пятерочка плагмаринов Чтобы хотя бы какую-то угрозу из себя представлять Должна взять как минимум Как минимум флейл А это, во-первых, еще дополнительные очки Так еще и флейл спорит с болтером Ну то есть болтеры у нас как-то получают бонус От нашей чаптер-тактики Их можно обмазать, чтобы они стали там Плаг-вэпонами Увеличить им дальность стрельбы Артефакт или манчика там накидывает им дополнительные выстрелы Короче, много болтеров Это в целом хорошо Но мы уже выяснили, что десятка плагмарин Это такой себе вообще вариант Крайне дорого Неповоротливо И обмаза старого нет Когда ты просто в них всовываешь все И они все к чертям разбирают И вот в этой пятерке даже один флейл Сразу просто убирает у тебя один болтер А этот флейл надо еще донести А вот эти вот четыре тушки По две раны Да, с пятой тофной Да, с уменьшением дамага Да Но все равно очень быстро умирает И у меня куча партий И вот в прошлое, помните Два чувака с флейлами просто бегало И все, они больше никуда не дойдут Очень легко эти пятерки убиваются А вот посмотрите на боксов За 100 очков ты получаешь 20 бесстрашных тел На которые не нужно тратить 2 кп Чтоб там они не убежали Хотя на пятерке, наверное, тоже не особо-то нужно Но все равно В принципе, заботиться об их безопасности не нужно Потому что у них, ну, нет никакой системы безопасности У них седьмой армор Они только там иногда могут покидать от старого оружия От старых болтеров без АП Свой шестой, если находятся в руиночке Ты просто принимаешь на себя всю стрельбу Кидаешь там шестые в ФНПшки Когда что-то откинул, ну хорошо Не откинул? Да посрать! У тебя этих парней жопы ешь Одно двадцатирыльное пятно Второе, возможно, третье Все это заполняет карту Стоит, скорит абсолютно бесстрашно Противник хочет в них стрелять Убивать твою трупцу Да пусть стрелять Пусть хоть всю свою стрельбу Вложит в это говнище Не добил отряд Ой-ой-ой, потратили кпшечку 7 до 3 кинули У меня уже было Я кидал как-то прям 7 ровно кинул Ни одного не провалил И пока противник пытается выломать тебе твоих боксов Остальные твои юниты чем-то там занимаются Ему напихивают, например Главное просто иметь этих боксов больше, чем одну двадцатку Вот это я точно понял При этом это нифига не безобидные пацаны И пока ГВ не заметила вот этот вот баг Который сейчас фича с тем, что Им просто вообще пофигу с кем они дерутся Какая у них тофна, какой армор, инвуль Посрать! За рот у Тифоса полный рерол ту хит И Мутант Стрейн На шестерочки-морталочки Причем по вордингу рерола полного Ты можешь брать все кубы То есть ты не откладываешь типа шестерочки Плюс все, 4 плюс, что ты попал И перекидываешь только промахи Нет, ты откладываешь шестерочки Берешь все остальное И в поисках шестерок опять все перекидываешь При этом колы, да, неприятно Но опять же, те морталки, которые влетают врага Скорее всего, ему гораздо дороже, чем твои по 5 очков Против которых ты еще и шестой фнп иногда откидываешь Да, это без вариантов сажает нас на роту Тифоса Которая как бы не дает тебе брать другие роты Ну потому что просто ты не всунешь две роты Главная проблема со всеми этими буксолкерами То, что они хотят, чтобы у тебя были какие-то кор-юниты Бубоник, буботик, блин, все время забываются Бубоник, по-моему, Астартис В твоем ростере, нет, не в рот, в детаче И ты не можешь взять детач Тифуса С поксволкерами И детач нормальных пацанов Там иноксорабли какой-нибудь Или что-нибудь форименов каких-нибудь, да У тебя все должно быть в одном детаче, к сожалению То есть, да, мы хотим полный рерол Соответственно, у нас рота Тифуса И, скорее всего, Тифус, но об этом чуть попозже Потому что, если боксы этой роты куда-то там дошли Или кто-то к ним пришел, например Просто два КП вжал Отряд там вражеский получает таких люлей Причем без разницы, кто это Бомжи какие-то Или ребята там с инвульом такие с щитами пришли серьезные Или вообще мартарион какой-нибудь пригнал Своей Тафне огроменной Вот только ФНП его будет спасать от этих марталок Если и есть сейчас более универсальная, дешевая Трупса То, как бы, пишите в комментариях Я, как человек, который в целом Не заглядывает на забор своего огорода Даже не в курсе, что там происходит В общем, Пакс Волкер это просто жоп Реально жесть Я думаю, что либо их дороже сделают Либо поменяют вординги стратегем Либо еще как-нибудь поднасрут Потому что сейчас это просто жопа И вот таких двадцаток, которые с одного чиха не умирают Которые восстанавливаются за КПшки Которые в ХТХ просто разрывают всех При этом сгорят И еще как бы позволяют тебе контролировать поле Они все своими колючими телами облепят Везде все перегородят Блин, реально, пальцы после них болят Вот придумали тоже мне Все с какими-то шипами Я это еще заметил, когда свои 120 плюс Бокс Волкеров стал применять в Кондемт Сити И да, это полная жопа Руки болят Но юнит просто охренительный И как бы у него реально две проблемы Это то, что рота Тифуса Потому что обязательно полный реролл без него Как бы мутан стрейн Но ни о чем И то, что нам нужно иметь кор юнит В том же детаче И так как, по сути, нам не нужны Нифига наши плагмарины В том числе, потому что обмазывать их Вот всеми этими героями Чуть попозже об этом поговорим Бессмысленно В смысле не говорить бессмысленно А обмазывать бессмысленно Соответственно, нам нужны Какие-то другие кор юниты Остаются варианты Посесты и терминаторы И здесь придется много и долго думать Возможно, даже плагмарины Просто как дешевый вариант Хотя посесты в этом плане Мне кажется более дешевым вариантом Да, они стоят дороже Но в них больше не надо вкладываться Ты просто купил пять пацанов И все, у них все с собой Полный комплект Не нужно закупаться каким-то оружием Чет каких-то там парней Для раскачки Ну, по факту, наверное, нужно взять Путрифайера, который даст им Морталки тоже И они немножко почувствуют себя Боксволкерами Но с этим тоже большой вопрос Нужен он, не нужен Потому что он более медленный Его гораздо сложнее разыграть И брать его только ради этого А он, скорее всего, один раз Сможет раздать эти Морталки И все, потом отряд убежит И он в голом поле просто помрет Не применяя вторую часть его правила А именно то, что он гранаты разгоняет Ну, как-то тупо Итак, в основе нашей независимой батл-группы Как минимум один отряд Из 20 самодостаточных В принципе, боксволкеров Потом какой-то кор-юнит Чтобы просто взять этих боксволкеров Ну, скорее всего, пять пасэстов Пять пасэстов Это, конечно, не 10 пасэстов 10 пасэстов Это прям ух-отряд Но у нас две таких батл-группы Соответственно, как минимум рядом стоят еще 20 боксволкеров И еще пять пасэстов Пять пасэстов Плюс пять пасэстов Это 10 пасэстов Которые могут и в одно место прийти То есть все равно будет 10 пасэстов бить в одну точку А могут действовать Отдельно друг от друга Ничего себе Это просто как у Мара В тактическое разделение сквадов Охренеть Но, как вы понимаете Все это рогатое воинство Хоть как-то может реализовать свой потенциал Только в ближнем бою Ладно, к боксам вопросов нет Они просто скорить могут И уже решать свои задачи Но пасэсты должны куда-то идти Соответственно, их достаточно легко блокировать Если нет какой-то стрельбы А какая у нас стрельба есть у Девгарда? И давайте сразу договоримся Что мы отметаем все не ДГшные юниты Там бесполезные предаторы Какие-то дефайлеры Все это баловство В том числе сюда попадает Эксплойт с контепторами 4G Которые сейчас просто берутся в ростер ДГ В качестве трех штук И они там за свои деньги Накидывают бешеное количество выстрелов В целом, этим играть можно Это получается мощный вариант Но это не ростер Девгарда Это реально просто очередной эксплойт с фарджой Которая, ну, всегда чего-нибудь, да, не досмотрит И, естественно, фарджа допущена Все еще не на всех турнирах Вы не везде этим сыграете Но моя позиция Это просто не Девгард А мне хочется играть самобытным Девгардом Это моя четкая установка И менять ее ради нагибания какого-то на турнирах Я не хочу Не хочу и не буду Да, вот такой вот я самодор Могу себе позволить Что же у нас остается? Остаются у нас дрончики Но там стрельба смешная Типа пукалку ему ставить Он сейчас лучше с молотилочкой Но молотилочка не стреляет, блин И она как бы Еще взять к посестам молотилку Можно об этом подумать Но что-то вариант такой Есть, естественно, кроулер Но вот как бы там, например, тот же ростер На 30 посестах, трех краулерах И 60, по-моему, или 30 боксволкерах Это в целом рабочий вариант Ну то есть я играл с этим в первой партии И они просто бегут вперед Вернее, едут своими краулерами За этими краулерами бегут посесты Периодически прикрываются мухами Если видят какую-то угрозу перед собой А сзади бегут боксволкеры И обоссывают точки по нашей миссии Где там за D3 ран в себя Ты точку говоришь, что все Я ее обоссал Теперь она мне приносит в конце партии 3 очка Тоже простейший, но эффективный ростер Которым можно играть Но мне лично не очень интересно Я посмотрел, как он играет Ну он просто на тебя бежит Умирает об тебя Но за это время он может наскорить очки Если ты не успел Например, я старался как бы не подставиться Под совместный чардж Этих 30 посестов Хотя одних я убрал на фланг Но 20 даже посестов В общем, Мортарион подчарджил их первыми Плюс какая-то поддержка еще была Но все равно в результате Убив все Мортарион остался в 5 ранах Да, к пятому ходу Ошметки этого ростера отступали Чтобы не потерять дополнительные очки Но в целом это был уже пятый ход И там дальше просто партии не было Я не мог перевернуть ее так Чтобы все уничтожив Потом по очкам догнать Ну сейчас так работает девятка И в спорте это выкручено, естественно, на максимум Там ты ради того, чтобы получать очки Жертвуешь всем остальным А мы здесь играем все-таки Несколько в другой Вархаммер Нам интересна какая-то движуха Что будет происходить Это не то, что какое-то вот это вот Навязшее на зубах Нарративное порево Фан, простите, плей Потому что мы все-таки думаем о том Как войска должны взаимодействовать Как они будут выполнять какие-то задачи Но я не готов вот просто в циферке эти играть Как играют в спорте Поэтому мы вновь возвращаемся к Краулеру И в целом вот он выглядит как прикольная машинка Которая стоит где-то на задней точке Скорит ее При этом пытается навалить из своей главной пушки Куда-нибудь без лоса Но в реальности это Д6 выстрелов Которые убивают полтора Примариса Да и обычных каких-то мелких бомжей Тоже не особо хорошо косят Ну просто очень мало выстрелов Даже несмотря на то, что сейчас мы на 3 плюс попадаем А в толпы у нас как бы из-за того, что есть правило Бласт улучшается Увеличивается количество выстрелов Все равно, ну как бы за 5 ходов Ты там убьешь моделей 5 в сумме И все Ласки, которые на нем стоят тоже Ну 2 выстрела При том, что нет никакого обмаза То есть ты даже рерола копеек Ту-хит не можешь ему дать Это очень рандомное говно Вы сами все это видели в моих репортах Помните, как он с дредноутом БТ перестреливался? Вот он в один ход что-то там попал Пробил и сломал А до этого стоял просто Пем-пем-пем-пем И без какого-то видимого результата Даже несмотря на то, что у него сейчас дэмэдж 3 плюс D3 То есть он застрахован от плохих результатов на дэмэдж И даже это его не спасает Да, можно взять много их Но у нас нет столько домашних точек Чтобы ускорить их 3-я этими краулерами А потом это будет дохрена денег В таком случае их реально выгоднее гнать вперед С огнеметами, чтобы они просто своей тофной бычили Но, блин, ребят, они даже раньше не танчили У них был пятый ингуль, пятый ФНП с восьмой тофной И их все равно разбирали только так А сейчас и подавно Причем в ближнем бою Они из своего большого оружия не могут стрелять Потому что это бласт Да, теперь нет мертвой зоны И они могут в упор расстреливать Но без роты поксмонгеров Ты не сможешь им дать стрельбу в упор за этой пушкой А с огнеметов много не нажжешь А биться в ближнем бою они не могут Это не хаулеры А вот хаулеры Там как бы 4 атаки На 3 плюс попасть Минус 2-1 С шестой силой с ровом копеек Это, по сути, то же самое Что выдают рядом бегущие посесты, например У них такой же профиль, только сил пятая При этом хаулеры стреляют гораздо лучше кроулеров У них мультимельта, у них ракета Даже плевки там на сдачу есть Есть скорость, есть чем потерпеть Седьмая тафна, третий армор, пятый инвуль Все еще уменьшение демоджа Есть фьюмзы, которые уменьшают по ним количество выстрелов Они реально не боятся идти вперед Пропихивать свои мельт, а если кто-то пытается их заткнуть черджом Они сами, во-первых, в хтх отобьются Так еще и на свою фазу стрельбы Постреляют из мельт и ракет Такое себе неприятно Да, это уже не те хаулеры, которые были до выхода кодекса Когда они стоили на треть дешевле Когда у них был пятый фнп Они вообще, в принципе, все терпели, что только могли Но сейчас, мне кажется, в составе вот этой батл-группы Которую мы накидываем Хаулеры смотрятся отлично То есть они едут впереди пассестов И если что, мухами пассесты за ними могут прикрыться Они, скорее всего, оттягивают на себя всю стрельбу Потому что пассесты еще не дошли А эти уже мельты написывают Нужно срочно их уничтожить А они, извините, меня ломаются Не по шелчку пальцев Все еще, чем больше выстрелов в них идет Тем лучше работают фьюмз Тем лучше работает дисгайслинг и ресилин Тем больше вариантов откидать арморы, инволи и так далее При этом, если один даже у тебя погибает в отряде А лучше все-таки брать их по два Потому что фьюмзы за два Это, ну, как бы, отряд из двух Два раза фьюмзы на те же очки получает Ну, тут математика простейшая И вот у тебя один погиб А второй все еще на коне И его тоже нужно как-то убивать А эти двое только в одной батл-группе А в соседней батл-группе еще два таких Которые продолжают тебя грызть При этом, если все работает, как я себе понимаю А именно, ты все еще можешь взять мага ХСМ с варп таймом С плюс один ту хит И там что-то 180 очков получается Детач, который дает тебе мага И, ну, культистов, чтобы патруль забить Ты получаешь доступ к стратегеме Демон Фодж Которая отлично ложится Это теперь единственный обмаз получает Ну, вернее, с мага ты можешь дать им плюс один ту хит Но все равно они будут колы на ту хит кидать И мазать, тем не менее Но Демон Фордж прям для одного хаулера Это топ-вариант Он реролит все Да, несмотря на то, что ГВ впрямую в факе написала Что при совпадении кейвордов Ты можешь использовать стратегемы ХСМ на Демвгарде Все еще остается тонкий момент Потому что в стратегеме Демон Фоджа Написано, типа, Кейл Спейс Маринс Или что-то как-то Но это не кейворд, типа С кейвордами-то все хорошо Так что с детачем ХСМ Там вообще получается все очень вкусно Потому что и нашим хаулером стратегемки И обмаз заходит И для наших посестов варптайм Прям, ух, на первом ходу оказаться у противника Завязать его, это очень классный вариант Или нашего мартриончика пнуть И сделать то же самое При этом потеря болезни Я так подумал, по большому счету-то ничего и не делает Ну, да, типа все ходят в своей родной этапне Противники на... Просто не бери липеры Не бери плагмаринов Не бери все, что мы и так брать не собираемся Хотя, на самом деле, это, конечно, пустой разговор Потому что с выходом кодекса Кейл Спейс Маринс Скорее всего, это калитчика закроется Хотя, возможно Возможно Все-таки можно будет как-то брать их вместе И хоть какая-то синергия будет Но, помяните мое слово Ни хрена нам не оставить Потому что даже в разрезе одного кодекса Там у тебя все совсем не клеится Все кейворды не пересекаются И ты хотел бы вот сделать это на этих Но нифига не можешь Потому что они там что-нибудь не то А уж когда эту всю билиберду добавят в кодекс ХСМ И подавно ничего из этого кодекса Где в гарду вы не примените Так что, в целом, это, ну, там, не знаю Когда, конечно, выйдет кодекс ХСМ Но вопрос, скорее всего, месяца Соответственно, можно сейчас на этом покататься Покайфовать Но привыкать к этому не стоит И вот у нас получается уже и кости И мясо этих боевых групп У нас есть Паксы Чтобы держать точки и убивать противника У нас есть Посесты Чтобы его жрать У нас есть Хаулеры Чтобы стрелять и жрать И причем бежать вперед Как бы давать угрозы противнику Чтобы он с ними разбирался Пока мы там, типа, скорим и обысываем точки Теперь можно накинуть десерт И на 2К я попытался бы взять Мартариона Потому что это, опять же, отдельная Очень прикольная батл-группа Которая, ну, она, в принципе Со всем этим хорошо играет Он поддержит Посестов Потому что, как минимум, он раздает Архконтаминатор Полный реролл-ту-вум для плаг-вэпонов А все-таки Посесты и Кор И у них Тентакли теперь плаг-вэпон Он и Хаулер может поддержать Например, с Кастев в критичный момент На них минус ту хит А в них стрелять будут, поверьте У него, опять же, будет одна из семи рвотных болезней Там важно выбрать, какая Но ты выбираешь ее в начале боя В зависимости от того, что, в принципе, тебе пришло в голову Глядя на ростер оппонента Это очень удобный инструмент То есть ты можешь, в зависимости от ситуации Раздать улучшение АП Посестам полезно Это всем полезно Даже Хаулеры плеваться и грызться в ближнем бою будут лучше Ты можешь форименское резанье мува раздать Если ростер противника очень быстрый Или ты хочешь как-то его задержать где-то Хотя, вот чем больше я играю, тем, ну, меньше, на самом деле, вижу смысл в форименах Потому что даже при огромной ауре Если ты в целом с противником сблизился Ему вот это вот движение уже в целом пофигу АП-шка, скорее всего, универсальный выбор Да, иногда, как бы, третий АП на тех же Посестах будет избыточным Ну, например, против кого ты играешь У них, там, третий армор, четвертый ноль Тебе третий АП, зачем? Можно рассмотреть другие варианты Но сейчас бессмысленно это обсуждать Потому что очень зависит от ситуации Короче, Мартарион парень прикольный И, по сути, на замену я ему вижу только третью Такую же батлгруппу Опять же, состоящую из 20 боксволкеров Еще пятерки Посестов Еще двух Хауэров И тут непонятно, что эффективнее Это нужно тестировать Возможно, этот ростер гораздо приятнее Опять же, я играл против ДГ без Мартариона С 30 Посестами И они себя показали отлично А Мартарион? Ну, Мартариона нужно уметь разыграть И, возможно, в концепции этой армии Он смотрится, ну, не так хорошо Не так выигрышно Но, помимо этого, нам нужны какие-то приправы Все-таки, ну, это просто, как бы, мяско И вот так не пружуешь толком Ну, нужно что-то еще И я говорю, да, о всяких фаэтит-вирианах Возможно, еще каких-то элитных чуваках И давайте посмотрим на них все И, во-первых, Хирург нафиг не сдался Его шестой ФНП, ну, реально погоды не делает Очень нужно много иметь ран Чтобы это как-то играло Но если у нас только Посесты У Покс Волкеров свой шестой и так есть Ну, он героям может дать Но, в целом, у того же Мартариона пятый Тифус, ничего себе Тифус будет шестой ФНП иметь При его шести ранах он одну ранку спасет Как бы, да, получается С этого Хирурга Ну, Хирург еще может полечить Но, на самом деле, ты просто очки за него отдашь А толку от него не будет Про колокольчик вообще, молчу, бесполезный парень То есть, вначале казалось Ну, да, прикольно его брать Потом, не, смысла вообще никакого И, к тому же, Поксам, опять же, он пятый, по-моему, не дает Поксы сами все ребята Короче, забудьте об этом колокольчике Телеман, ну, блин, с одной стороны, вроде как не нужен Потому что, ну, он тоже не успевает Класть вот это плюс один ту хит Кор юнитом От него все убегают А пачки, плагмарин обычно толком Ну, вот он рядом где-нибудь стоит В диплоре своем, там, рядом с ними Ну, из болтеров они постреляют Из своих на два плюс Ничего себе Короче, бессмысленно А если его гнать вперед, он погибнет А главная его задача Это давать КП И вот, блин, этим я что-то не готов жертвовать Потому что я сыграл без него Ты привыкаешь к этой скорости возврата КП Что у тебя в каждый ход два КП Что ты можешь спокойно в начале каждого хода Практически себе твоих боксволкеров восстанавливать И потом еще прожимать другие стратегемки И, блин, да, он стоит очков Но он все-таки вот эти свои 4-5 КП за партию возвращает И это очень нужно Огнеметчик? Я бы их брал просто на каждую батл-группу отдельного Но, к сожалению, их обилка в их радиусе Если кто приходит, он лишается черджа Только с одного артефакта То есть будет на одном парне А разыграть их вот эту вот Армор Фрус Когда они в 3-х дюймах выбирают от себя чувака И говорят ему, ты бьешься Последний очень тяжело разыграть Потому что сам парень не хтхшник Он как бы, если в хтх попадает То ему, скорее всего, капсда А по-другому как-то вот в 3-х дюймах кого-то ткнуть Это очень сложно То есть, чтобы на твоем ходу это сделать Нужно в хтх добежать Получить там люлей А ты и так вроде как чаджил А если к тебе прибегает То, скорее всего, от него встанут так Чтобы 3-х дюймов не было И получается, он нужен только один на самом деле Своим артефактом Но очень нужен Потому что эта обилка просто охренительная Ты как бы сразу своих посестов Своих поксволкеров Ну, короче, любой отряд Который у тебя сейчас будет атакован хтхшниками И где ты смог все-таки просчитать противника Поставить рядом своего днеметчика Единственная проблема То, что ты не можешь ему расширять ауру То есть форименов я брал Не только потому, что они режут мув Но и то, что ты ауры можешь на 6 дюймов увеличивать И вот блайтспаун Который на 12 дюймов раздает ауру В которой ты не подчарджился Это совсем другой блайтспаун Нежели тот, который в 6 всего лишь раздает Короче, в любом случае Играть им придется очень умело Так, чтобы он реально твои войска прикрывал Но, блин, реально Кто-то пришел к твоим поксам Очень крутые чуваки Которые могут это вот пятно Из 20 туш прям вынести легко Но сначала Сначала Под нашими стратегенками На полный рерол Наши стерочки-морталочки Отобьются поксы А потом посмотрим Там вот эти ушки Которые останутся Сделают с поксами что-то Или нет Так что, как минимум Один очень нужен При этом Это не единственная возможность Которой он может нам помочь У него есть огнемет Да, он стал хуже Но все еще хорош И 10 очков ты в него вкладываешь Там 8-ая сила С реролом Он может что-то сделать Да, это не как я раньше Тремя играл Просто они пришли Положили свои огнеметы на всех Ну, плохо откидался Плохо получилось Но, тем не менее Реально они могли Троем как бы Более-менее стабильно Что-то там выдавать Своим третьим дымагом А один парень со вторым Это уже не то Но, тем не менее Он работает за двоих Две шкуры с этого парня Можно срывать спокойно Вот такой чувак Путрифаер Ну, скорее нет чем да Потому что, ну Много вложить В тех же посестов Или Плагмарин Например Если вы не хотите Играть посестами Не получится Мало очков у вас А он будет работать Только с ними Потому что он Только им Мортал Кетти будет Раздавать И гранаты Опять же будут работать Только либо с героями Либо с Плагмаринами И опять же Его тоже нужно Куда-то тащить Постоянно Чтобы он был рядом Чтобы как-то сыграл А очки Ты за него заплатишь Что-то, короче Не знаю По-моему Такой себе вариант По крайней мере Вот в этом дизайне О котором я сейчас Пытаюсь рассказать Еще не знаю Насколько он играбелен Но просто я делюсь С вами Своим видением Как вот я бы Видел Эффективную Но не то чтобы Такую вот Спортивную армию Девгарда Чтобы ничего не забыть И потом не кусать локти Подхватил кодекс И смотрю Какие юниты еще есть Во-первых Дрончики Но с дрончиками Проблема Что они в том же Слоте Что и хаулеры Но при этом Не стреляют толком Ну то есть Их нужно брать Именно с молотилочкой С молотилочкой Не стреляют Им нужно дойти До хаулера И один дрон Его как-то легко убить Вот он ползет Своей этой молотилкой Ты такой Сейчас он меня будет На эту молотилку Натягивать Пожалуй мы его убьем И он умирает У меня даже никаких Защитных стратегем Нет в отличии от хаулеров Поэтому Не вижу смысла В них В нашем росте Кеус Павны К сожалению Не кор А они как бы Получаются в тот же слот Что и посессцы И они лучше Только тем Что минус 2-2 У них профи Плюс прикольные Мутации Но они кор Соответственно Ты их и обмазать Не можешь И взять за них Баксов не можешь То есть Бессмысленно К сожалению А сами по себе Они ну толком Ничего не делают Просто Те же посессы Вид сбоку Хилбрут тоже Получается Это в слот Хаулера В данной расписке А Хаулер Лучше Хилбрута Потому что Он защищен лучше И он гораздо более Маневренный И стреляет лучше И стоит Получается Плюс-минус То же самое Девшрауд Терминаторы И вот здесь Можно поразмышлять Возможно Одну из пятерок Посессов Мы заменим На пятерку Девшраудов Потому что Они Они очень хороши Ну три Это не о чем А вот пять Ну они просто Идут И кощут Все Да Не такие быстрые Как посессы Но если у нас есть Маг Например Он может их гнать И опять же Все таки То что они Бодигарды Они могут Помочь Нашим каким-то Персонажам Как минимум У нас скорее всего Тифис там бегает Мы еще об этом Не разговаривали Но скоро дойдем И посессы Это просто такие Ребята Которые бегут Что-то пытаются Откусить Не откусили Ну и хрен с ним А вот ребят С косами Они приходят И ломают рожу При этом ты еще И крутую косу Можешь дать Их чемпиону Которая повысит Их потенциал Они опять же Кор Позволят тебе Взять боксу Волкеров За них И в целом Единственная с ним Проблема Это конская стоимость 50 очков За пацана То есть 250 очей А пять посестов Это 100 с чем-то Там 115 Что-ли Что-то такое Или больше Ну короче В два раза Минимум дороже Будут ли иная тачки Я что-то сомневаюсь Что-то у нас И так слишком много Юнитов Что дальше Блайтлорд терминатора Ну мне кажется Что эти парни Сильны только Если их Десять С болтерами Куда-то идут Но это совсем Другой рост Я хочу его попробовать Но время еще Не пришло Никого Вроде Не забыл Тифус Ну еще вариант Естественно Это Плаккастер Но Тифус Смотрится Интереснее В том плане Что он еще Может и потерпеть И дать Может И пак сам Четвертую силу Выдаст Кастет Сукан Такое Два заклинания В общем В любом случае Лучше Чем Плаккастер Единственная проблема Дороже И тут Да Мы Упираемся В очковую стоимость Сейчас я всю Вот эту теорию Наговорил Но давайте Попробуем На математике На примере Конкретно Посмотреть Влезет у нас Все это в рот Или нет Предлагаю вам Друзья Переместиться К моему компьютеру И повбивать цифры Это Моя Эксель Для подсчета Девгарда Здесь в принципе Ну все очень просто Работает Ты просто Ставишь цифру Чего ты хочешь И тебе автоматом Считает Сколько очков Это стоит Сколько тебе осталось Мы вот сейчас Формат поменяем На 2К Потому что мы хотим На 2К прикинуть Да Вот у нас остаток Пока 2К Что же Мы сначала Делаем 20 Боксвокеров Это 100 очков Логично Здесь вот у нас В трубсе Появилось 100 И мы Сразу Давайте Раз мы думали По сестах Делаем 5 По сестах Плюс 2 хаулера Итого У нас получается Что Все это Стоит Сука Ровно 500 очей То есть Наша батл группа Без всего Без какой-либо Поддержки Стоит Стоит Аж 500 Блин Мать его Очей Это До хрена Согласен Ну как бы У нас Получается Что 2 батл группы По 500 Правильно И После того Как мы 2 группы По 500 Взяли Это половина Плюс Еще Наш Мортарион Демонический Примарх Полторы Тысячи И на 500 Мы можем Набрать Все остальное Это вот Соус Как раз Соответственно Здесь мы Делаем 40 Покс Уокеров Делаем 4 Хавера 10 Посесть Ровно 1000 Мортариошка Беймг 10 очков Которые Он нам Дает Мы Скорее Все Одна Вишес Дев Повесим На Нашего Блайт Спавна 425 Очей У нас Осталось Нам Нужно Взять Например Тифса В качестве Командира Смотрим По Детачу Да То есть Ну это Понятно Вот этот Хулиган У нас В отдельном Детаче Плюс В патруль Мы Влазим Не Влазим У нас Три Элиты К сожалению Сейчас Соответственно Нам Нужно Взять Еще Один Ашки Еще Одну Трупсу Высрать Блин У нас Осталось 260 Очей На Все Про Все Ну это Типа За 160 Какой-то Пацан В Ашки И Блин Не Не Получится Нам Нужно Чтобы Взять Еще Наш Боксвокеров Еще Какой-то Кор То есть Мы Сейчас Можем Отмахаться Например Пятерки Плагмаринов Что Как бы Сократит Наш Простор До 155 А еще Телемона Не Взять Сука Какая Жопа Полная Вообще Ничего Не Лезет Давайте Телемона Подкинем И у нас Осталось 85 очков Это Голый Кеус Мать его Лорд Вот Наш Ростер Получился Как вам Блин Такое А То есть Смотрите Что у нас Сейчас Имеется В батальоне Тифус Голый Лорд Ладно Мы ему Там Можем Какую-нибудь Поварешку Дать И Варлорд Трейд Повесить Которым Он Что-то Будет Делать Потому что Тифус Это Известный Чувак Которому Ничего Не Дашь У него Все С собой У нас Три Трупсы Плагмарины Поксворкеры Две Двадцатки И Вот Эти Плагмарины Мы им даже Закачку Никакую Выдать Не Можем У нас Просто Нет Очков Фулблайт Спаун И Телемон Это Наши Фаэтит Вирены Посесты Это Ага Смотрите Нет Все равно Получается Мы можем Что-то Сделать Вот Место Посестов Например Либо Их Десять Что было У нас Например Да Потому что Так как мы Плагмаринов Еще взяли Коровских Соответственно Мы можем Еще Взять Одну Пачку Поксуолкеров Либо Скинуть Другой Какой-то Кор Какой Мы Ну Сколько у нас Очков Пять Так Давайте Просто Сейчас Сделаем Вот так Типа Пять Грубо говоря Сто двадцать Чей Сто двадцать Чей Баттлгруппа Одна Размазывается И эти Как бы Сто двадцать Чей Нельзя тратить На какую-то Ахинею Типа Раздач Там Закач У нас Юнит Просрался Которая Работает В баттлгруппе Типа Бегут И Всех Ломают Мы можем Взять Мы даже Там Типа Двоих Не можем Взять Терминаторов С косами Наш Небудь 150 Ставить Эх А Что-то Другое За эти очки Блин Реально Вот Ну Хеллбрут Там 115 В базе Но Нет Столько Не будет Ставить Из каких-то Героев Типа Плайтбрингер Нам не нужен Сержант Не нужен Блин Даже пять Посестов Но С другой Стороны Нет Превратить Пять Посестов Отряд В 10 Посестов Такой себе Кажется Вариант Все-таки Но Реально Лучше Два Отряда Иметь Как Мне Кажется Соответственно Блин Тут У нас Вот Как Бы Все Клин Клином Блин Тютелька В тютельку Мы просто Умещаемся В батальон Так Подождите Я вот тут Подумал Вот эти пять Плагмаринов Они В принципе Чет Ни Чтобы У нас Было Три Трубцы У нас В целом Сорок Поксуокеров Сорок Поксуокеров Делится Как бы Типа Десять Десять И двадцать Например Три пачки Но Так Мы Не Можем Взять Потому Что У нас Нет Третьего Кора Но Если Третьим Кором Будут Не Плагмарины Вот О чем Подумаете Давайте Их Удалим И Например Накинем Еще Пяток Посестов То есть Три отряда Посестов По пять Чуваков У нас Стало Минус Пятнадцать Очей Где Мы Можем Попытаться Подобрать Эти очки Во первых Мы можем Удалить Вишес Дев Который Ну Полезен Но Не так Чтобы прям Вообще Супер Как полезен Да Ну то есть Все таки Мы огнеметчика Берем Не ради Этого Так как У нас Болезни Будут Все равно В этом Ростере ХСМ Как видите Я не взял Соответственно У нас Будут Тафну Мы будем уменьшать И седьмая В силу Огнемета В принципе Хорошо Да Рерола Нет Это Хреново Но Если мы удаляем Эту хрень У нас остается Минус пять И это Грубо говоря Минус один Покс То есть Два отряда По десять Поксов Один отряд В девятнадцать Поксов Все правильно же Да Да Я вроде Не обсчитался И это Три Пачки Поксов Да Это не Двадцатки Чуть-чуть Уже портится У нас получается Какая-то Срединная Сила То есть Десять Поксов Десять Поксов В целом Это прикольные Поксы Которые Выполняют Задачи Например Обысывают Точки А Двадцать Поксов Прикрывают Тифуса Например С Его Парнями Но Как бы Десятки Не так Терпят Как Двадцатки С другой Стороны Мы не берем Не берем Плагмаринов Пятерка Пятерка Плагмаринов Будет терпеть Лучше Чем Десятка Поксов Но ее Нельзя Восстановить Например Блин Вот и Как бы Все Составление Ростеров В этом Худа Что Как Перекинуть При этом По хорошему Я не готов Избавляться От Мертариона Ради Еще Наверное Такого То есть Пятьсот очков Мы определили Что это ровно Наша батл группа Хотя сейчас По идее Она немножко Развалилась Мы Не две Батл группы А у нас Уже Какие-то Две с половиной Получилось Потому что У нас Три пачки Пассестов У нас Три пачки Паксов Разноразмерных К тому же Так что Не очень Понятно Если честно И Смотря на что Можно еще Паксов Потратить Например Там Что-то Ларду Какую-то Закачку дать Да вроде Не нужно В целом У него Все что Нужно Есть Мы ему Дардим Артефакт Какую-то Ковырялочку Хорошо Все Что-то Взять Больше Типа Плага Кастера Не нужно У нас Мартарион Кастит У нас Тифус Кастит Нам еще Два Спила Не нужны Из этой Школы То есть В 10 Очков Вжимать Что-братить Из Кеус Ларда Плаг Кастера Толку От этого Нет Лорд Тоже Получается Такой Себе Вариант Да Потому что Лорд Что Лорд Это Просто Голый Чувак Который Бегает Ничего Не делает Мы Надо Посмотреть Какие Ему Можем Засунуть Варлорд Трейты Артефакты Чтобы он Стал полезен Можно Подумать Как Это Разбить На Один Патруль То есть У нас Была Проблема В том Что У нас Элиты Больше Чем Нужно Что Мы С этим Можем Сделать Давайте Удалим Кеус Лорда Чтобы Понять Сколько Очков У нас Остается Мы Опять Берем 40 Наших Покс Волкеров Это Две Трупсы Нам Типа Больше Не Нужны В Патруле И Значит Здесь У нас Две Фасты Это Нормально Это В отдельном Детаче Здесь Здесь Нам Нужно Два Слота Мы Обязаны Взять Двух Веренов В один Слот Ну Не Обязаны Можем Да То есть Эти Парни Занимают Один Слот И Посесты Посесты Допустим Их Там Десять В одной Пачке И У нас Остается Двести Очков На Что-то Подобное Посестам Но В другом Слоте Что Это Может Быть Спавны Не Подходят Они В фасте Там Уже Два Слота К сожалению Заняты Есть Слот Трупсы Он В патруле До Трех Ражимается И Самое Логичное Наверное Будет Засадить Плагмаринов Потому Что В целом Это Те Ж Посесты Но Просто Плагмарины Соответственно Мы Давайте Вишес Дев Пока Все Таки Вернем На Место У нас 190 очков Останется Опять Закинем Плагмаринов Дадим Обязательно Flail Of Corruption Потому Что Без Этого Никуда И У нас Осталось 75 Очей На 75 Очей Нам Конечно Сразу Рученьки Тянутся Какого Сорджона Взять Или Что Нибудь Такое Но Естественно Это Мы Сделать Не Можем У нас Или А Нет Мы Можем Но Нам Это Не Нужно Мы Третьего Можем Взять Фаэтит Вири В слот Но Как я Уже Рассказывал Это Все Достаточно Бессмысленно Путрифайер Хорош Конечно У нас Останется Еще 10 Очков Но Смотрите У нас 10 Посестов И 5 Плагмарин Не Очень Да Как бы Сочетаюсь Ну-ка Сколько Мы Можем Накинуть Плагмаринов Ого 8 8 Плагмаринов 9 Посестов 9 Плагмаринов Да 9 Посестов 9 Плагмарин В целом Плюс Минус Одинаковые Да По скорости Конечно Разные Посесты Бегут На 7 Дюймов А эти На 5 Дюймов Но Эти Поинтереснее Они Могут Пострелять На них Можно Какие-то Стратегемки Повесить Одного Плагмарина Там Было 2 Flail Of Corruption У нас 15 Очков Если Что Great Cleaver Сюда Подходит Сюда Подходит Black Launcher Но Это Бессмысленная Штука Почему Потому Что Один Будет Делать Что Да В целом Нихера Он Не Будет Делать Мы Можем Опять Вишес Деф Убрать Но Это Будет 25 Очей У Нас Мы Все Не Сможем Взять Все Что Хотим Мы Можем В принципе Плагмаринам Ничего Больше Не Брать Потому Что Мы Будем Рассчитывать На То Что Они Будут Болтерами Там Всех Мочить По Стратегемке И Херней Которая Дэш Стэм Дэмэджем Там В каком Героя Хлопысь И Все Нет Героя Такое Может Но Блин Он Должен Дойти А Болтеры Они Болтер Они Стреляют Либо Все Еще Минус Вишес Деф И Например Действ Посест Блин Тут Реально Настраивать Можно Как Угодно Что Лучше Восьмая Сила На Огнемете Плюс Рерол Количество Выстрелов Либо Дополнительная Тушка Которая Впитает Две Раны Она Опять же Будет Четыре Атаки Бить Хороший Вопрос Хорошего Ответа На Который Я Не Знаю Поэтому Давайте Скажем Что 15 Ачей Они Как То Остались С нами И Мы До Сих Пор Не Решили Куда Их Потратить А я Тихо Пока Вы Не Возьму Грейт Кливер И За 5 Очков Вообще Не Знаю Чем Снять На самом деле Ничего Не Буду Брать Себе Оставлю Но Вы Спросите Меня Как Вставить Сюда Маг Да Очень Просто Смотрите Мы Откатываем 5 Плагмарин 5 Посестов 195 Очков Освободилось В принципе Это Можно Использовать На что Угодно Например Плаг Кровлер Купить Потому Что У нас Хэвер Слоты Все Свободные Сейчас Кроме Него Вообще Некого Взять Если Честно Ну Еще За Дефайлер Цепляется Взгляд Но Дефайлер Прям Совсем Смешно На самом деле Плаг Кроллер Тупо Его Лучше Но Мы Можем Взять Маг Маг С джампаком У нас Стоит 115 Плюс 60 Очков Культисты Это 175 Очей Внешних Вот Вбиваем 175 очей Остается Еще 20 очков На что То К сожалению Ни Пассеста Ни Плагмарина На эти очки Не купишь И мне Вариант Сарком На самом деле Не совсем Нравится Потому что У нас Получается Два Гораздо Более Слабых Отряда По 5 Пацанов Всего лишь И Даже Пинать То их Особо Магам Не хочется Одно Дело Пнуть Десятку Пассестов Совсем Другое Пятерку Да Все еще Мортарион Прекрасно Пинается Отлично Пинаются Хаулеры Но Блин Это всего лишь Два варианта Можно Это еще раз Все перебздить Значит Возвращаем 195 Наших Очков Замечательных И Например Смотрите Пассестов Убираем Оставим Пятерку Девшрау Терминаторов И У нас Даже Остаются Еще очки На Плагмаринов То есть У нас Получается Одинаково Медленные Баттл Группы Ну Вторая часть Пирога То есть Сначала Идут Хаулеры Потом Идут Вот эти Вот Либо Пять Девшрау Терминаторов Либо Плагмарины При этом Девшрау Бьются Лучше Чем Пассесты Медленнее Ходят Но Защищают Еще и Наших Героев То есть В этой Группе Как-то Смогут Прятаться Наши Герои А можем Попробовать Свят Свят Еще Каких Нибудь Блин Вось Нет Классические Семь Блэклорд Терминаторов То есть То о чем Я говорил Парни Которые Просто Идут По столу Из своих Болтеров Наваливают Ух Убить их Не так Просто Потому что У них Три раны Второй Армор Четвертый Инвуль Уменьшение Домога Тут бы Конечно К ним Хирурга Вот Хирург С терминаторами Работает Отлично Потому что Их раны Становятся Еще более Дорогими В плане Их Сложнее С них Снять Плюс Он еще И лечить Их Может Потому что Три раны И ты Как бы Туда С своим Д третьим Лечением Заходишь Более Или менее Нормально Но Это уже Все таки Другой Ростер Это уже По другому Короче Можно Попытаться Как-нибудь Очки Эти Все таки Пораспределять И что-то Вот Мак ХСМ Мне не очень Нравится В этом Плане Как-то Ростер Становится Слабее Видно А мы Получаем Одну Модель По сути Да Доступ Еще К всяким Стратегем Но Опять Это Недолгоиграющая Тема И вообще Непонятно Сколько Сорг На самом Деле Будет Стоить Только Культист Понятно Что Будет Стоить Пятьдесят А не Шестьдесят Но Не то Чтобы Это Нас Особо Спасает Хотя Может Я и Не прав Потому что Я Что-то Уперся В Эти Два Юнита Набрал Сок И уже Такой Не хочу Их Отпускать А соль То Была В Двадцати И Двадцати Боксволкерах Которые Просто Хоп Хоп Тебя Смартал Всех Разберут Им Не нужна Дополнительная Помощь А этим Большим Отрядам В них Придется Тоже Вкидывать КП Например Они Потеряют Много Своих Друзей Там Неба Давай Инсейн Бревери За два КП Туда Как Агутин Фигачишь А они В изначальной Идеи Просто Были Прихвостями Которые Отвлекают От себя Внимание А настоящие Пацаны Идут Сзади Но По-хорошему Тогда Нужна Еще Двадцатка Поксволкеров А С чего Взять То Блин Реально Просто Очков Нет Вы видели Все это Расходится Моментально Почему Третья Ну Потому Что Две Это В принципе Раз Ход Два Ход И на Третий Ход У тебя Уже Поксов Может И не Быть А так Идут Такие Плотненькие Отряды Страшненькие Хочется В них Пострелять А Поксы Пока Там С своим Четвертым Мувом Продвигается А Мак По Вордбирам Это Все-таки Приятный Парень У него Плюс Один Косту Он За Стратегемку Может Автоматически Скастить При Провале И Это Нельзя Денай Например Взял Снятие Инвуля Сложный Спел Не Скастил Хоп Просунул Под Всеми Отменами Вообще Пасы Ну Естественно Варп Тайм Естественно Плюс Один То Хит Всем Заходит Всем Нужно То За 175 Ачей Это Прям Парень Ух Причем Спелы Точно Работают Там Прям Кейворд Кейворд А Вот Демон Фордж Это То Что Нужно Обсудить Но Хотелось Бы Тоже Иметь Короче Как Видите В целом Куча Еще Всякой Мелкой Настройки Можно Так Можно Сяк Это Может Работать Так Может Работать Так И Какой Вариант Я Буду Следующим Тестить Я Не Знаю Возможно Даже Первый Где Есть Голый Лорд Я Подумал Что Можно Ему Взять Ну Естественно Плаг Брингер Это Просто Заменяешь Себе Ножик На Неплохой Меч Плюс Два Ксили Минус Третье АП Второй Дамаг Плаг Вэпон Просто Голый Пацан С ножом Фига С артефактом Уже Бежит И вот Только Вопрос О Варлор Трите Ну Понятно Что Мортерион Там Выбрал Как бы Все У него И ФНП И он Отменяет Ауры И Арх Контаминатор Тоже Он Остаются По идее Только Ты Игноришь Первый И второй Рент Либо У тебя Плюс Одна Вунда И тебя Можно Пробить Только На 4 Плюс Я Наверное Пожалуй Возьму Последнее Потому Что Она Смотрится Более Интересно Все Так Плюс Вунда Всегда Хорошо А Вот 4 Плюс К тебе Приходят Какие-то Непонятные Чуваки С огромными Молотами Возможно Какие-то Стратегенки На Плюс Ту Вунд А тебе В целом Посрать Но Этот И это Бесполезный В целом Ну Не то Что Прям Совсем Бесполезный Потому Что Это Все Так Ложится В наш Первоначальный Дизайн Тифус Идет С одной Группой Раздает Рерол Копеек Ну Как С Группой Сука Он Раздает Рерол Копеек Только Пяти Посестом Да Такое Сиде Короче Не Это Не Вариант Короче Буду Еще Долго Об этом Думать И Естественно Я не претендую На какую-то Гениальность Я просто Делюсь Своим Ходом Мыслей Вот Сейчас Моя Ростеростроительная Жилка Пошла В этом Направлении Поэтому Пишите Пожалуйста В комментариях Что Сами Думаете Да Можно В тупую Взять Что Там Сейчас Спортсмены Придумали Но Это Не Интересно Хочется Придумать Что-то Самому Потестить Это В этом Вкус Вархаммер Поэтому Делитесь Вашим Взглядом На Проблему Показывайте Узкие Моменты Моего Мышления Где Я Что-то Совсем Какую-то Ахинью Придумал Может У меня Сейчас Вообще Слота Не Совпадает И Кпшки Там Закончились Я Блин Не знаю Всегда Что-нибудь Да Упустишь Ну А я На Сегодня Прощаюсь С вами Берегите Себя И Свои Болезни Субтитры 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 Субтитры